Российская Минобороны уже доложила, к взаимодействию с французскими вооруженными силами приступили. Французский авианосец Шарль Дегольд уже связался с российскими кораблями, находящимися в акватории Средиземного моря. А президент Оланд назвал Кремль и Елисейский дворец союзниками. И на следующей неделе едет в Москву обсудить, как действовать дальше, вместе. И это кардинальный разворот у французской внешней политики. Париж назвал имя зверя, своего непримиримого и главного противника ИГИЛ. И теперь его официальная позиция в ответ на глобальную и невиданную ранее угрозу международной безопасности нужно собрать вместе всех в рамках единой коалиции. Это и легло в основу резолюции ООН, единогласно принятой на неделе с подачи Франции. Причем генсек ООН Пан Гимон заявил сегодня, нам необходимо продемонстрировать глобальную солидарность, дать ответ общему врагу ИГИЛ. И я рассчитываю, что Россия сыграет в этом ведущую роль. И эту необходимость объединения почувствовали уже даже не на уровне государств и международных организаций. В борьбу с террористами вступили даже те, кто против любых государств изначально. Хакеры-анархисты из Анонимус. Они уже доложили о взломе тысяч аккаунтов сторонников ИГИЛ, отслеживании их счетов. Всю информацию через посредников анархисты обещают передавать спецслужбам. Ведь ИГИЛ вербует и собирает деньги в сети. И теперь из сети их пытаются вычистить. На седании Большой двадцатки в Анталии мировые лидеры договорились блокировать пути финансирования ИГИЛ. И по итогам в России уже создана межведомственная комиссия, которая займется теми, кто отсылает террористам деньги. По данным Росфинмониторинга, в России таких насчитали три с половиной тысячи человек. И этим уже занимаются спецслужбы. Мой коллега Павел Пчелкин разбирался, что и как еще собираются предпринять против общего врага. Ведь именно борьба с невиданной угрозой сейчас сплотила самые разные силы на мировой арене. Этот саммит без сомнения вошел в историю. Но причина тому не список важных экономических проблем, официально стоящих в повестке. Там явно проявились признаки геополитического сдвига после трагедии в Париже. Трудно было не заметить, что большинство участников ищут возможности обсудить с российским президентом его инициативу по Сирии. А важность вот этого разговора была такова, что похоже было уже не важно, где он в итоге состоялся. Такой вот разрыв шаблона. В шумном холле рядом лишь помощница американского президента и переводчика. Президент Соединенных Штатов пошел на в общем-то очень сложный для себя с внутриполитической точки зрения шаг. И он продемонстрировал принципиально другое отношение к Владимиру Путину, как к человеку, в руках которого находятся ключи от самой большой проблемы, стоящей перед Западом, проблемой сирийского кризиса и проблемы борьбы с ИГИЛ. Все прекрасно понимают, что это вынужденный шаг Запада. Стало очевидным, пока Вашингтон и сателлиты упрямились, требуя отставки неугодного сирийского президента. Террористы, погрузившие в хаос Сирию, пришли во Францию. Мы слышали все время от наших французских друзей, что предварительным условием для начала политических преобразований должно быть согласование вопроса об уходе президента Ассада. Ну и что это уберегло Париж от террористической атаки? Нет. Мне кажется, не нужно выдвигать вперед вопросы, которые, по сути, являются второстепенными. Первое, что мы должны сделать, это объединить свои усилия в борьбе с террором и с террористическими организациями. И на этой базе договариваться о политических преобразованиях. Слишком высокая цена заплачена французским народом за невнятную политику в борьбе с ИГИЛ, фарватере Вашингтона. За все время своего президентства Алан еще не был так решителем. Операция в Сирии будет интенсифицирована. Я отправляюсь в следующий вторник в Вашингтон, а в четверг в Москву, чтобы обсудить с Бараком Обамой и Владимиром Путином необходимую координацию наших действий. И как можно скорее решительнее достигнуть этой цели. Мы должны сформировать широкую коалицию. Коалицию для нанесения мощных ударов именно по исламскому государству. Президент Франции во время визитов в США намерен убедить Барака Обаму, наконец, начать активное уничтожение группировок террористов в Сирии. Общественное мнение просто не позволило бы Франсуа Аланду действовать по-другому. И такие процессы происходят в большинстве стран Запада, говорит американский политолог. Люди увидели, какой кошмар происходит в Париже, зная, что Путин сражается с ИГИЛ. И это совсем не то, что им говорили западные лидеры и СМИ в последнее время. Они же говорили, что вмешательство Путина в дела Сирии – это интервенция, и что это аморально, контрпродуктивно. Но теперь все видят, что ИГИЛ грозит не только Сирии, но и народам западных стран. А Путин не агрессор, а заслуживает поддержки. Ко всему прочему, на саммите в Турции президент не стал ходить вокруг да около и прямо заявил. У России есть разведданные. В странах, публично осуждающих терроризм, есть силы, его спонсирующие и получающие прибыль от торговли с ИГИЛ. Я приводил примеры, связанные с нашими данными о финансировании физическими лицами различных подразделений ИГИЛ в разных странах. Финансирование, как мы установили, идёт из 40 стран, причём в том числе из некоторых стран двадцатки. Более того, я даже продемонстрировал нашим коллегам наши снимки из космоса и из самолётов, на которых ясно показано и видно, какие масштабы приобретает эта незаконная торговля нефтью и нефтепродуктами. Колонны на автомашин заправщиков растянуты на десятки километров, так что с высоты 4-5 тысяч метров они уходят за горизонт. Выглядит это как нефтепроводные системы. С коллегами, конечно, этот вопрос обсуждали и надеюсь, что мы и дальше продолжим эту работу, которая, на мой взгляд, является чрезвычайно важной для борьбы с террором. Он не назвал страны, но все прекрасно поняли, что речь идёт о Турции, Саудовской Аравии и Катаре. Их руководителям было о чём подумать. На этом фоне высказался Барак Обама. В Маниле, на саммите АТС, принявшем декларацию о совместной борьбе с терроризмом, он хоть высокомерный с оговорками, но выдавил из себя похвалу в адрес России. Дескать, раньше мы бомбили не тех боевиков, что желал Вашингтон, а теперь в самый раз тех. Удовлетворён Обама и достижениями наших переговорщиков по Сирии. Последние несколько недель Россия была очень конструктивным партнёром на переговорах в Вене, в попытках решить сирийскую проблему политическим путём. Многие аналитики немедленно отреагировали. Россия настойчиво продвигает свой план по Сирии, и эта настойчивость оправдывается. Позиция оказалась не только жизнеспособной, её приняли сегодня все. То есть последние решения Венской конференции, они как раз полностью соответствовали требованиям России. То есть сначала ликвидировать террористическую организацию, второе – провести новые выборы на основании новой конституции. Прямо скажем, неожиданные заявления начали звучать с Капитолийского холма. В зампредседателя Сенатского комитета по разведке Дайан Финстайн, никогда не отличавшийся симпатиями к Москве, вдруг заговорила о сотрудничестве. Мы должны быть в состоянии работать с Россией и Ираном в Сирии, если они готовы пойти на это. Нам необходимо найти политическое решение относительно Асада с тем, чтобы общее внимание оказалось направлено на ИГИЛ. Соединённые Штаты и ведомая ими коалиция, наносящие авиаудары поджихадистам, до недавнего времени игнорировали Россию, также имеющую интерес к разгрому ИГИЛ. Теперь придётся обратить внимание на новые возможности. С другой стороны, новые американские консерваторы устроили в США настоящую истерику по поводу того, что Россия может стать основным игроком на Ближнем Востоке в случае успеха её плана. Обама тут же отреагировал, снова заявил, что хочет немедленной отставки Асады. Президент США явно маневрирует и повторяет любимую мантру о лидерстве и силе США. И это, похоже, многих в Америке уже раздражает. Очень многие американцы расстроены. США имеют величайшую армию мира, поддержку других стран, когда речь идёт об ИГИЛ. Простите мне мой язык, но почему мы не можем уничтожить этих ублюдков? Президент Обама так длинно и путанно уходил от прямого ответа, что многие аналитики просто развели руками. Не меньшее недоумение вызвало реакцию Вашингтона на призывы Оланда активизировать удары по ИГИЛ. Фрагмент эфира телекомпании «Фокс Ньюз». Ответом Обамы была ужасная пресс-конференция, состоявшаяся утром в понедельник в турецкой Анталии. А что сделал Путин? Путин уже отправил стратегические бомбардировщики ТУ, бомбардировщики компании «Туполев». Это всё равно, как если бы США отправили Б-52. Хочу описать, если вам так будет угодно, текущее положение дел. Оланд посетит Белый дом, но он уже действует плечом к плечу с Путина в проведении ударов по исламскому государству в Сирии. И они делают это за весь мир. Люди должны призадуматься над тем, как внезапно президенты Франции и России, похоже, оказались гораздо ближе друг к другу, чем и тот, и другой к президенту Обаме. Мои симпатии на стороне президента Оланда. Если вы участвуете в драке на ножах, то кого бы вы хотели видеть с вами заодно? Бойца или университетского философа наподобие президента Обамы? Тут и голову ломать не над чем. Белый дом ведёт свою замысловатую игру. Слишком много в Вашингтоне центров силы, которые пытаются влиять на Барака Обама. И он делает всё, чтобы уклониться от создания коалиции вместе с Россией. Но всё говорит о том, что даже его верный англосаксонский союзник в Европе Лондон осознал, в какой опасности европейский континент. Встреча Владимира Путина с Дэвидом Кэмероном в Анталии это подтвердило. Многие заметили, насколько изменился тон их разговора. Спасибо, Владимир. Это прекрасная возможность нам сейчас поговорить. В первую очередь хотел бы высказать соболезнования в связи с гибелью Ваших граждан Шарм-эль-Шейхи. И мы встречаемся после совершенно ужасных трагических событий в Париже. И, как ты сказал, мы должны работать вместе для того, чтобы бороться с этой угрозой терроризма. И я уверен, у нас будет возможность обсудить это. Спасибо, Дэвид, за слова соболезнования. Для нас это большая утрата тяжелая. И хочу поблагодарить тебя за телефонный звонок. Совсем недавно, когда ты рассказывал свои соображения по поводу причин трагедии. Как известно, в том телефонном разговоре британский премьер лично передал Путину данные своих спецслужб о переговорах террористов, которые, предположительно, причастны к взрыву лайнера в Египте. Самым удивительным для меня стало не просто, что Кэмерон встретился с Путиным, но то, что они беседовали целый час. Раньше такого не было. Это может говорить о том, что происходят какие-то изменения в политике Британии в отношении России. И если это действительно так, значит, лед тронулся. Ведь Лондон занимал самую жесткую позицию по вопросу изоляции России. Иначе говоря, сдвиг произошел. Общественное мнение в Европе все активнее требует от лидеров действия. Такие процессы идут и в США. Судя по опросу агентства Bloomberg, уже 53% американцев выступают за военную коалицию США и России. И всего 35% против. Сколько времени потребуется Западу, чтобы уйти от заклинания о мнимой российской угрозе и сосредоточиться на реальной смертельной угрозе цивилизации, пока неизвестно. Но сегодня возможности этого гораздо ближе, чем еще на прошлой неделе. Павел Пчелкин, Надежда Каширская, Регина Мещерякова и Виталий Зайцев. Воскресное время. Первый конец. Продолжение следует.